Добрый вечер! Мы продолжаем сегодня наши уроки по книгам Равкука. И сегодня у нас такой небольшой это самое. В скобочках у нас тема не по книге урота Чувака, как мы привыкли, а по книге урота Кодыш, куда я нас время от времени утаскиваю. И сегодняшняя тема это скромность. Не скромность одежды, а скромность по отношению, допустим, гордость. Видимо, если получится, урок будет разделён на два. Это следующая. Посмотрим, как пойдёт это. На самом деле, хотелось бы, конечно, всю главу проучить. Она не очень большая. Там всего... Всего ничего. 17 этих самых нет. Там всего сколько? Ну, она не большая в любом случае. Вот. Ну, а вот она. Да, сейчас я скажу. Сколько? Бет, дизайн. Ну, да. Да, да, да. 17, Сафа. Всего 17 глав, абзацев даже. Но это много. Переводить. Мы начали перебили частично. Один абзац, если я правильно понимаю, уже учили. Поэтому сегодня у нас было повторение. Как это? Просто душа болит из-за того, что мы пропустили и не зашло в тему. Даже в два урока. Но, тем не менее, я очень хотел поделиться темой. Значит, как мы уже говорили, я повторюсь. Первое обязательно предисловие – это личное. Тема сама скромности мне, в общем-то, до ровку давалось тяжело. То есть, с одной стороны, понятно, что это классная вещь. Но, с другой стороны, это вот себя преуменьшать. У меня душа сопротивлялась. Очень сильно по себе вот ограничивать, принижать, скажем так. Мне было с этой идеей вообще сложно. Это первое. Второе. Введение – это про самого Равкуку, как мы уже говорили. Равкук рассматривает все идеи и явления в совокупности. Соответственно, когда мы рассматриваем скромность, это рассматривается в совокупности вместе с гордостью, а также рассматривается по второй оси – хорошо-плохо. Есть вещи, которые хороши в гордости и, соответственно, плохи. Больше плохих, поэтому это мы считаем плохим качеством. Просто самое в скромности. Есть отрицательная скромность, есть отрицательное принижение, есть низменность. И есть положительное. Положительного в общем обычно больше, поэтому это считается положительной чертой. Но рассматривается все в комплексе. Скромность, гордость – хорошо, плохо в каждом. И тогда у нас получается цельный взгляд, которому Равкук у нас учил. И тогда к тексту, как я люблю. Начнем мы, конечно, не с первого переведенного отрывка, а со второго, который у нас считается номер восемь. Всем хорошо видно? Итак, скромность правильная и скромность негодная приходят из одного источника, а также гордость двух ее разновидностей. А если мы сейчас забудем мое введение, то уже это предложение меня лично, конечно, выбивает из седла сильно. Скромность правильная и скромность негодная. То, к чему мы привыкли, это хорошо. Скромность – нет. Есть хорошо, а есть плохо. И то же самое с гордостью. Гордость – это плохо. Гордость двух ее разновидностей. Что такое двух разновидностей? Хорошая, положительная, так, в которой есть место, и плохая, отрицательная. Итак, и скромность, и гордость существуют в двух разновидностях, рассматриваемых вместе. И скромность, и гордость. Итак, спятость поднимает душу к расприятию ценности величия света бесконечного. И таким образом приходит сразу внутреннее уменьшение в глубине души. И, соответственно, этому внутреннее величие из общего величия битья и из высоты его источника. Итак, правильная кровность правильно работает с увеличением и с уменьшением. С величием и с уничижением. Итак, святость поднимает душу к расприятию ценности величия света бесконечного. Величие божественного. Величие Бога. Таким образом происходит сразу внутреннее уменьшение в глубине души. На, если Бог велик, то я сам себя уменьшаю. Каким образом? По отношению к Богу я прекращаю занимать все пространство мира. Да, я уступаю это место Богу. Бог, он велик, соответственно, я скромно немножко скукоживаюсь. И, соответственно, этому внутреннее величие. Из общего величия битья и из высоты его источника. Но Бог создал меня. Бог создал меня. Я происхожу из такого великого источника. Я творение рук Божьих. Я велик. То есть правильная скромность содержит внутри самой себя, в своем определении величия души. Не может быть иначе. Одновременно с ее уменьшением. Когда я сравниваю свою душу с Богом, я даю величие Богу, то, соответственно, я применьшаю свою душу. Из этого же источника душа питается величием. И это не обранное слово. А теперь все то же самое, когда неправильный. Грубое погружение в материальность приводит к тому, что восприятие ценности святости становится далеким и мысль слабее. И не может подняться к тем высотам, откуда открывается высший свет во всем богатстве его оттенков, свет, излучающий внутреннее блаженство, источник всего морального блага общества, надежной индивидуальности человека. И поскольку светочь, источник величия скрывается, всесущее мало и обесценивает. Итак, мы забываем про Бога. Мы не даем ему величия. И тогда весь мир оказывается ничтожным. Ничего не стоящим. Все сущее мало и обесцелено. Ничего не имеет смысла. Ничего не имеет ценности. И тут же приходит замутненная приниженность. Следствие негодной гордости. И вместе с тем ее причина. Из-за ничтожности, источника уменьшения, что такое источник уменьшения? Это Бог. Это источник того, что я сам себя уменьшаю. То есть, когда мы даем ему величие, он оказывается источником уменьшения всего остального. Правильного уничтожения. А если этот источник уничтожен в моем сознании, я уничижаю этот источник уменьшения, приходящего из неоцененной ценности величия бесконечного, величия Бога. То есть, Бог, он у меня маленький, приходит в сердце скрытая гордыня. А, тогда я большой. Там, где многое, там, где мало, там, где величие, там, где расширение, там, где сжатие меняется местами. Играет неправильную игру. Бога нет. Бога забыли. Бог маленький. А, тогда я... Тогда все творение тоже маленькое и бессмысленное. А я... А я тогда гордец. И она порождает ту самую мутную жизнь, высокомерие духа, когда возносится злодея. И, как правило, значит, в общем-то, Раф здесь закончен. Отсюда и дальше у нас начинается как-то... Интересное исследование, это в скобочках. И, как правило... Ну, это очень интересное исследование. И, как правило, она гордость. Проявляется именно там, где порождение, качество деяния порочное. И скрывается в подобающем месте. Там, где она может привести к добрым и моральным делам. И так, вот это вот гордость. Когда Всевышнего мы забыли, она нас распирает. Обычно приводит к порочным качествам делам. Ого, ого, ого. Что такое обычное? Мы привыкли, что всегда... Нет, не всегда. Иногда гордость, которая отрицательное качество, приводит к положительным делам и качествам. И, как правило, проявляется именно там, где порождение качества дела порочное. И скрывается в подавающем месте. Для гордости есть место в нашем мире, когда ее правильно проявить. Там, где она может... У меня проблема со звуком или у всех. Еще раз? Наталья? Да. У меня нормально со звуком. Продолжим. То есть, у гордости есть место. Даже если источник, он грязный и отрицательный. Все равно. У гордости есть место. Может быть, маленькая. Может быть, там, 3% от жизни. Пол-профиле. Но у нее есть место, где она должна проявляться. Если она не будет проявляться, то тоже будет разлом. Это будет тоже плохо. И скрывается в подавающем месте, где она может привести к добрым и моральным делам. И даже если иногда она становится причиной добрых дел, это не стоит того ущерба. Умутнение духа. Когда в основе души привиты эти негодные гордость и скромность, источник которой ужасный мрак и забвение Всевышнего. И так вот эта вот скромность, которая живет в душе одновременно с гордостью, которые обе неправильные, источник которых в забытии Всевышнего. Откуда забытие Всевышнего? Не то, что я забыл про него, а то, что не ему я превозношу, прилагаю величие. Величие основное. И тогда в моей душе появляется неуместная скромность. Похожая на «я ничего не стою, ничего никогда не смогу». И одновременно с этим бесконечная гордость. «Я ничего не стою, ничего не смогу». Поэтому мне очень нужны внешние подтверждения того, что я хоть чего-то стою, хоть чего-то смогу и попробую только сказать мне, что я или намекнуть, или не согласиться и так далее. То есть одновременно вот эта вот гордость, внутри нее неправильная, отрицательная скромность. «Я никто и ничто не на месте». Но самое наоборот, в начале отрывка нашего, когда все на месте, то есть в первую очередь величие мы даем Всевышнему, тогда в моей душе поселяются скромность и гордость, тоже одновременно, но уже правильные. Из-за величия Всевышнего моя душа уменьшается. И из-за того же самого величия она приобретает величие, и весь мир приобретает величие. Соответственно, есть уважительное отношение к миру, уважительное отношение к себе, уважительное отношение к людям, и одновременно с этим правильная скромность. Итак, мы увидели, что скромность может быть разрушительная, так же, как и гордость. Обоим им есть место, вопрос в порядке. И на самом-то деле это ключик, тот самый золотой ключик из Буратино и иудаизма. Это порядок. То, что нужно, милосердие, как мы говорили, нужно суд, это и ребенку порядок. А вот в каком порядке их применять в мире и в истории, вот для этого же нужна Божественная Ума. Это уже, это уже, как в том анекдоте, я читал, очень давно, слышал, ну, шутливый такой рассказ, значит, приходит из-за границы. Какой-то заграничный станок, значит, сломался, чинили, чинили его умельцы, не починили, приглашают заграничного мастера. Заграничный мастер посмотрел, чертежи, пугал вокруг станка, значит, попросил приподнять здесь и там, поменял один маленький винтик и попросил 10 тысяч рублей. Ну, ему, значит, пытаются вежливо намекнуть, что он загнул цену. И, значит, это самое, приз куранта. Значит, распишите, пожалуйста. Ну, он пишет там, пугать вокруг станка, там, подумать, там, не знаю, 2 рубля, поменять винтик 20 копеек, приподнять станок еще 3 рубля, А вот понять, где поменять винтик, это вот оставшиеся 9 тысяч 995 рублей, которые остались, да? То есть вот то вот знание, которое самое дорогое, это порядок. Здесь мы видим, возвращаясь к нам, скромность и гордость, они не сами по себе ценны. Они ценны, когда мы ими пользуемся правильнее. И, соответственно, когда мы ими пользуемся неправильнее, происходит разрушение. это, как бы, основное, то, что я хотел только из урока, поэтому давайте сейчас сделаем, как для желающих высказаться, и потом мы продолжим дальше. никто не хочет ничего сказать. Плохо. Ну ладно. Мы как-нибудь с этим это переживем. Тогда давайте перейдем к следующему девятому отрывку, который немножко повторяет или немножко объясняет наш восьмой. Он говорит про более-менее то же самое, более понятный язык. И, может быть, я вот в объяснении этого восьмого параграфа применил девятый, потому что они похожи. Итак, девятый параграф. Давайте сделаем еще. Гордость загрязненная лжива. Ведь она происходит из источника двойной лжи. Ложь основная. Забвение величия Всевышнего. И ложь вторичная. Если все обесценено и сведено к нулю, откуда возьмется величие и подлинность отдельной личности. Так же, как мы видим, забыли Бога, все обесценено. и отдельная личность и общество. Скромность же включает истину гордости и правильное смею. То есть, у нас оказывается такая вещь. То, что мы называем гордостью, включает внутри и скромность, и гордость, и расширение, и уменьшение. Не на месте. Неверное, неправильное. А то, что мы обычно называем скромностью, тоже включает, обязанно включать внутри и скромность, и гордость, только в правильном месте. Скромность же включает истинную гордость и правильное смею. Память о бесконечном свете крепнет и оттеняет ничтожность отдельного человека. Я по сравнению с величием Бога ничтожен. А также ничтожность всего мирового бытия по отношению к их высшему источнику. Вроде не так, как в восьмом параметре. Восьмом мы сказали, что из-за величия Всевышнего весь мир становится великим. Здесь мы говорим, из-за величия Всевышнего весь мир становится ничтожным. Ничтожным по сравнению с Богом. А следующее предложение. Из-за этой скромности вытекает радость. При мысли о важности творения, основа которого настолько велика и значима, что ценность ее озаряет все сущее. Если Бог источник творения, то творение конечно очень ценно. Потому что такой важный субъект, как Бог как-то посвятил свое дорогое время тому, чтобы создать это творение, оно бесценно, но не собственной ценностью, а завеличивая Бога. В Боге прославится душа моя, услышит скромные и разрадуются. Итак, наше, конечно, домашнее задание понять, как все выучено в этом отрывке из Таилии из Псалмов Давида заключено. В Боге прославится душа моя, когда я возвеличиваю услышит скромные и возрадуются. Усходит радость от величия мира, проистекающая из величия Бога через уничижение и человека, и мира. Итак, величие Бога, низость мира и человека, величие мира и человека. И наоборот, и наоборот, низость Бога, низость без возможности поднятия и мира и человека. Сделаем опять остановку. И опять попробуем предложить для желающих сказать, отнестись к выученным, пожалуйста. Натан, меня вообще слышно или я говорю тут сам собой? никто не хочет мне ничего сказать. Еще хуже. Ну ладно. А четвертый отрывок, последний, который у нас сейчас в первый раз в жизни получится выучить три отрывка, но это плохо, потому что все молчат, и я, конечно, доволен, что мы много успеваем, но я не очень люблю разговаривать сам собой, я, конечно, понимаю, что я умный человек, поговорить с умным человеком это всегда приятно. Я не знаю, что тут сказать, это какие-то довольно ясные вещи, и Рав объясняет это довольно ясно. Рав объясняет ясно, вещи ясные, но у меня на самом деле немножко поехала крышка, когда ты увидел, потому что скромность и гордость, когда они вместе рассматриваются, для меня это было очень, ну, не знаю, странно, ты уже знаешь, как Рав работает, как он смотрит, и все, но вот такое стандартное, обычное мировоззрение, гордость в том углу, скромность и его противоположность в другом углу, соответственно, чтобы достичь скромности, нужно изгладить гордость. Если у тебя есть гордость, то есть скромность, это противоположности такие, скромность это хорошо, гордость это плохо, все. Оказалось бы, что это простая вещь, на самом деле, если упростить до свидетела, то это просто всему, как вы сказали, всему свое место, если ты гордишься не по делу, то это как бы неправильно, только не знаю, что нет у тебя мировоззрения. Да, всему свое место, это великое утрость. А если у тебя есть какие-то основания гордиться, и там элементарные вещи, да, нет, ну это долго рассказывать, не важно, есть такой рассказ, такой роман, праздник, там, что какую-то совершенно идиотскую страну, с идиотским богом, и они там все, вообще, из всех конфликтов идиотские, и все там, так, и когда приезжает в митрополию, там, кто-то налаживает, там, какие-то отношения, он говорит, мы гордые страны, а чем, он говорит, вы гордитесь, у вас все, а-ля по ним, да, тем не менее, есть какое-то место, мы гордимся тем, что мы есть, вот такие, как у нас есть, так сказать, место свое, я сейчас не помню с точки, то есть иногда есть вещи, которые, если ты пренебрегаешь своим национальным наследием, например, неважно, своей сущностью, и считаешь, что это ерунда, там, например, это неправильно, наоборот, есть вещи, которые базовые в человеке, он ими должен гордиться, какими бы они ни были, да. Одновременно с идеей о том, что гордость, в общем, это плохо, и скромность, в общем, это хорошо, и действительно, радость очень сильно проталкивает от пределок, вы сказали, о том, что всему есть свое место, но эта идея абсолютно тривиальная, это великая идея, вот, когда ее не берем, как вот банальность, углубляем ее и впитываем ее в собственную душу, это очень важно, это один из очень важных месседжей, как это вот, принципов иудаизма, что всему есть свое место, и хорошо. Четвертый отрывок моего... но это, как бы, мне все-таки кажется, оно более общее, чем еврейское, а то, что раб добавляет, это, в общем, некая механика такая связи со Всевышним, как это работает, в более общем ее варианте, не в частности, например, Жиром Жиром, там мой любимый писатель тоже об этом говорит, давайте гордиться вот тем, что мы честны, тем, что я не помню, с хорошими делами, и так далее, почему бы эти не гордиться, а не какое-то свое происхождение, ну, не знаю, к примеру, я сейчас не помню точные его цитаты, есть вещи, которые люди гордятся, которых нет никакой ценности, она, безусловно, ложь, и это, это как бы вещи понятные и без Рава Гука, мне кажется, а то, что он тебя открывает, он открывает гораздо более широкую перспективу, что вообще говоря, эти соотношения гордости и скромности, они ведут свое начало, и правильно, и неправильно, ведут свое начало к признанию Творца, когда ты признаешь, что вещи становятся на свои места. Да, ну, смотрите, гордость, даже если она имеет под собой основание, это гордыня, да, давайте так по-русски, даже имеющее под собой основание, это очень противное качество. Представляете, профессор, который великолепно знает свой предмет, но он зазнается, ведет себя это ты уже накручиваешь, это не только гордость тут получается, это пренебрежение к другим. Ну, конечно, пренебрежение, но они ничего не знают, я знаю. Ну, да, только этим можно гордиться. У него есть, у него есть чем гордиться, или пусть будет какой-то, или пусть будет какой-то герой войны, который всем своими медалями затыкает рты. Я вот воевал, я тут, и он действительно воевал. Мне не надо. Качество такое, оно очень отрицательное, и оно правильно отрицательное. Это следствие гордости, может быть, неправильное следствие, потому что гордиться самому это одно, а унижать на этом основании или же как кому-то родить совершенно другое, это, в общем, уже не имеет отношения к гордости. Но, это гордость. Нет, нет, извините, я все разгражаю, но это именно имеет отношение к тому, что ты поставил на правильное место. О! Пожалуйста. А вот здесь поставить на правильное место и себя, как, то есть, что у нас получается неправильное, что я себя пытаюсь, то есть, я принизил не того, кому нужно Бога, вместе с ними принизил весь остальный мир, себя я приподнял, и одновременно с этим неправильно принизил, и получилось такое вот искореженное, такое вот, кривое зеркало, и все плохо. Когда Бог у нас, он велик, тогда я в нужном месте принижен, а в нужном месте велик, но весь мир, и все остальные люди, как творение Бога, так же, как и я, они велики, и их величие не угрожает моему. И тогда мне не нужно утверждать свое величие за счет кого-то, как вот эти вот называется вся эта глава у Рава, а она ваоцелит, аристократическая высшая скромность, я в скромную добавлю и гордость. У аристократа есть гордость, но такая тоже действительно вот, аристократическая, которая не за счет кого-то, они не заняты этой мелкой соревновательностью, не знаю, там у кого в том анекдоте про нового русского. Значит, купил ново-русский машину, как бы вот похвастаться машиной, а, я сейчас спрошу, как проехать. Едет себе, значит, по дороге, смотрит, а, вот тут вроде что, машина, но не такая, как у меня. Сейчас, значит, осналивается, и сам, чувак, вот как тут проехать туда-туда-туда-туда. Владислав из машины такой другой, но вы русский, из золотых сапогов, показывает. Надо ехать вот так, вот так, вот так, и вот так. Да, то есть, когда каждый ищет, как бы, чем он, как бы, каждый друг другу враг, каждый друг другу, то есть, как это, по Марксу, количество ресурсов ограничено. Если у меня есть, значит, я у кого-то забрал. Если я выше, то, значит, кто-то другой обязательно будет ниже. Мое выше должно быть на том, что другой ниже. Если мы говорим, нет, мое выше не зависит от того, что другой ниже или выше. И все априори, они тоже выше. Все мы творцы, творения, рук Божьих, соответственно, и мир, он важен, не как сам по себе, а как творение рук Божьих. Люди очень важны. Бог сотворил нас всех. То есть, вот это именно дает, как бы, что-то снимает и что-то дает. Нельзя, кстати, выучить, что раб говорит о том, что без Бога нет морали. Вообще. Потому что раб это пишет прямым текстом. Он это говорит гораздо мягче. Он говорит, что есть мораль без Бога. Единственное, что она не выдержит дома. Это да. Он пишет шезлой отмин. То есть, много времени это не продержится без, с отрывом от собственного источника она завянет. Но раб ни в коем случае не говорит, что невозможно морали без Бога. Это я уже. То есть, можно сделать этот вывод из нашего текста. Это вывод неправильный, потому что в другом месте у раба написано прямой текст. Вот так же сказал сейчас, что значит, по поводу морали. И дальше давайте вернемся к нашему четвертому отрывку. Мы его, по-моему, изучали, но к нашей теме так он подходит. И пару минут у нас еще есть. Давайте его еще раз почитаем. тоже опять-таки противоставление скромности и гордости у раба практически весь отрывок вся эта глава идет на противоставление. Скромность суть, которая раскрывается качество связано с мудростью и постижением, расторопностью в практической жизни, ясностью сознания и выверенностью личных качеств и свойств. Нет, рябка. Ой, Натан, что-то там не то, по-моему. Что-то я не то прислала. Не то. Там, по-моему, первый абзац вообще оторван. А, это, а, скромность? Это не четвертая. Это четвертая, это четвертая, четвертая, да. Четвертая это на ваш, это в Кнаме, то арбах, вот, вот и так далее. Да, да, да. Я, по-моему, там удалила просто кусок текста, я извиняюсь, это, так сказать, моя оплошность. Там идет так, что скромность, сущность, которая описывается в книге Хавот-Халивавот, и называется она там Гахния, то есть смирение. Вот. Дальше говорится, что это смирение человека перед Богом, и она связана с мудростью, да, просто я извиняюсь, это оторвало нечаянно кусок текста. Оторвался кусок текста. Вы можете, хотите его сейчас добавить, я его сейчас просто добавлю? А, ну я могу просто в документ там написать, в документе. Да, напишите в документе, я сейчас распечатаю. Хорошо, хорошо. Хорошо. Так вы можете пока это уже читать дальше, да, я сделаю. Угу. Документ вам в чате, я его бросил сейчас. А, документ, так я в чате не смогу его исправить, наверное, сейчас. А я его сейчас добавлю. Вы сможете. вы можете, сгодите по линку сейчас, освоевать самую, сейчас вы можете, я вас отключил туда на ресурсах. У нас на этом самом, в каком чате? Попробуйте зайти по линку или через свой гугель. Я через свой гугл, я лучше через свой гугл зайду, да, точно. Лучше так. А я пока, а я пока сделаю действительно введение. Мы это изучали, но повторение мы отучаем, это не помешает. Здесь Раф на полях очень, очень легонечко относится к книге и мне кажется, он немножко ее критикует. Это можно понять так, а можно понять иначе. И но он это делает как бы не так вот, изящно и намеком. То есть скромность есть на иврите слова нававы и слово книге. А нава это скромность переводится, а книга кануа это как сдаться наване, допустим. Врат, который повержен, так вот, распростеркниц это враг, который кануа, человек, который не хна. То есть он свое собственное полное желание, все свое стремление он отменяет перед властью кого-то. Это книга. Так вот, Сефер, книга Хуват-а-Левавод обязанности сердца, она используется термином книг. И Рата здесь предупреждает это вот смирение, вот, Ширель пользует этим словом, что оно может быть очень, очень просто и с легкостью ошибочно заменено на неправильное, отрицательное, уже не смирение, самоуничижение, которое есть в лоб. Которое есть в лоб. Давайте начнем по тексту, пока действительно пойдем, как Сефер говорит, ко второму абзацу только начнем. как легко может это смирение, как легко может это смирение заменить совсем известной презренной животной приниженностью. за всею запущенностью. Ширель у вас открыт микрофон. Серьезно, ой, извиняюсь, сейчас его уберем. Небрежем, праздностью и ничтожеством. Да. Это производные отрицательной скромности, которую мы не хотим. И этого нужно очень сильно остерегаться. Лишь в той мере, в которой возрастает представление человека о величии Бога настолько отделяется от образа любого достижения величия, которое можно найти в пределах сотворенного, настолько же отделяется у него это смирение от всякого другого подчинения и приниженности. Настолько, как мы уже учили, человек взращивает в себе более возвышенное отношение и постижение к Божественному, настолько же его скромность отрывается от вот этой вот отрицательной приниженности животной, запущенности, праздности и так далее, а оказывается чистая аристократическая скромность. и тогда оно украшается благородством и душевной тонкостью и припоясывает своего обладателя тем мужеством жизни, которым отличаются величайшие из великих представителей человечества люди высшей пробы. И высшей пробы люди скромные, одновременно люди великие. соответственно Рав здесь нас предупреждает от неправильного прочтения скромности не путать ее ни в коем случае с приниженностью, с низостью, с запущенностью, с праздностью и так далее. От меня ничего не зависит, что я могу сделать. Это не скромность. Ну как-то мы коснулись, может быть мы еще чего-то сможем перевести на следующий урок, но пока вроде более-менее все. Я хочу спросить вас еще раз, что вам есть сказать? Я наконец-то могу говорить, просто я до этого не могла. У меня есть что сказать, знаете, вот сколько мы это, вот я слушаю, сколько читаю, меня не покидает мысль, что здесь идет речь именно о разнице между религией идолопоклоннической и как бы настоящей, потому что идолопоклонство, ну как бы на собственном опыте просто, оно во многом очень способствует вот этой самой ложной скромности, да как ты можешь, да вот в таком виде, да как вы можете заниматься Богом и курить, там еще что-то, ну какие-то такие вот моменты. Когда ты осознаешь величие мироздания, величие божественного, его присутствия в этом мире, то во-первых, тебе спокойно, тебе хорошо, и поэтому ты не чувствуешь ни приниженным себя, ни выше других людей действительно, тебе хорошо просто, да просто, а когда ты поклоняешься некому идолу, то соответственно ты неизбежно будешь чувствовать себя приниженным, низким человеком, это вот как разница между трепетом и страхом, трепетом перед Богом и страхом перед Богом. Я согласен полностью с вами, я ассоциируюсь с этим, и в общем мне больно это слышать, потому что это серьезный наезд и на меня, и на нас, потому что, скажем так, вот со стороны души вот именно мне не хотелось учить и слушать про скромность вот именно из-за его неправильного понимания. вот это неправильное понимание, оно что называется, оно вот есть в воздухе мира и в иудаизме у нас тоже, к сожалению. И вот это вот частое неправильное понимание, вот вы говорите, что если это из, вообще это источник из илопоконства, как это, то совсем плохо. Но, в общем-то, возразить мне нечего. Ну, человек в силу ограниченности внешней оболочки, он очень склонен к этому, и, собственно, я думаю, наше исправление в том, чтобы избавиться от малейших частичек этого, просто вовремя заметить, просто, ну, ну, как-то так. У меня просто очень богатый опыт в сравнении, то есть, соответственно, я же в России живу, я очень легко могу сравнить вот идолопоклонническую религию и иудаизм. Вы про христианство сейчас говорите? В Азии. Вы конкретно про христианство говорите? Да, я конкретно говорю про христианство, потому что я достаточно долго в нем была, и я точно совершенно знаю, что меня в нем раздражало. Ну, скажем так, как это, если по-честному, я найду вам закулки иудаизма, где вот это вот, как ты смеешь, да что это, как ты смеешь вообще думать, собственно, головой, я у нас тоже найду. Такое тоже есть. Бесспорно, как так, к великому сожалению, но у нас такие темные углы тоже находятся. Вот. Хорошо, что я оттуда уплыл в свое время, но... Ну, это человеческая натура, наверное, я так думаю. Ну, куда-то это удеваться. Может быть, может быть, от христианства нахватались, а может быть, не знаю. То есть, рад, допустим, здесь, вот в некой отрывке, где мы не читали, он говорит, что есть правильное уничижение, есть какое-то место, где я должен, сказать, себя действительно распластаться, но это должно быть место очень-очень, очень точное, очень четко, очень четко нужно понимать, где да, где нет. И давайте по-простому, грубо. грубо нет. Тонко где-то там дар, так как зло. Грубо, злобой. А тонко где-то вот немножко, и вот там можно. Но я думаю, что то, что человек не может распластаться там, где надо, приводит в том, что он пытается унизить других там, где не надо. Да, да, безусловно. Конечно. Вы не смеете меня тут это, Бог мне не будет говорить, или Рам мне не будет говорить, что делать. А при этом ты заценишься, что ты идиот. Потому что вы не знаете, я вот все знаю. Но это как-то очень, очень, да, одно с другим связано. Безусловно. это просто, что Рас здесь говорит, потому что мы учили, то в момент, когда неправильно себя не можешь принизить, то ты, соответственно, себя неправильно возвышаешь, и других принижаешь, тоже неправильно. если не нужно других принижать, если нужно себя принижать, если нужно себя возвеличить, то нужно все правильно. Вот Рас строит общую систему и показывает, как это работает правильно, и как работает неправильно. и вот тогда для таких вот койфрин, как я, которые, как это, не любят, терпеть, не могут, допустим, вот это вот понятие скромности из-за тех примесей, которые там закрылись, закрались туда внутрь, то он тогда говорит, мы же не выбрасываем гордость, гордость, это мы ее погладим, она хорошая, она нужна здесь и здесь, а вот скромность нужна здесь, ты говоришь, а, тогда я согласен. Ты не говоришь, ты не выбрасываешь гордость совсем, ты не говоришь, что скромность это все, что у нас есть, и это значит, что нужно полностью себя только распластать и изничтожить, и тогда будет все классно. Ты говоришь, что здесь немножко сложнее, тогда это могу принять. А, ты понимаешь, что есть место для гордости, вот тогда я пойму, что есть место для скромности, наоборот. с другой стороны. А, ты понимаешь, что есть место для скромности? Я тогда немножко признаю, что есть иногда какие-то места для скромности. Такое айкидо немножко. Ты признаешь за противником силы и пользуешься его силой. Ты не отменяешь его силы. Мы со скромностью боремся с гордостью. Мы его берем к себе. Гордость в нужном месте – это качество, которое нам очень нужно. Кстати, 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 аптечка – это одна из причин, почему наш избавитель Машеев, он происходит именно из окрестных народов и народов именно не скромных, как вот Мигелатрут, про который мы учили недавно, у нас праздник Шиву. Машеев проходит через рот. Рот – это ОМОН, обовитяне, они произошли с дочерей Лота, которые вели себя не совсем скромно, а, можно сказать, несколько даже очень нагло. И вот эта вот наглость нужна для Машеева. Это обязательно, не только уже, это обязательное качество, без которого избавление не может прийти. Безусловно. Опять мы везде запихали Машеева, Машеева, но там у нас получилось ничего. Тоф, заключительные слова. Большое спасибо, мне было очень приятно, и Виктория, и Нахама, и Ширель. Ай, большое спасибо. Нас все меньше и меньше, мы все в стильняшках, все будет в порядке. И это самое, и Мазальтов, у меня это самое, у меня завтра Мазальтов. Мазальтов. Мазальтов, Натан. Вау. Сколько у вас человек там? Сто с чем-то. Сто с чем-то. Уже разрешили 200 даже в зале, но мы решили не завязываться на зал. Нас чуть больше ста, и мы на открытой местности, чтобы там быть менее зависимыми от того, что произойдет. И по карману будет меньше. На мой. Дай Бог. Большое всем спасибо. Мне как всегда было очень приятно. До свидания. Добрый вечер. До встречи на следующей неделе с Божьей помощью. Субтитры сделал DimaTorzok